Добрый день, коллеги. Хотелось бы представить свой доклад изучения контрастного усиленного языкового исследования в очаговой патологии щитовидной железы и немного поговорим о лимфатических узлах региональных. Как мы знаем, уже и говорилось, что ультразвук является ведущей модальностью изучения очаговой патологии щитовидной железы как бесконтрастной, так и контрастной. И уже не секрет, что злокачественный процесс щитовидной железы занимает приоритетное, к сожалению, ведущее в последние годы место. И где-то возможно это связано с появлением хороших экспертных аппаратов, потому что до 40% определяется уже в последние годы злокачественных узлов щитовидной железы. И, к сожалению, по данным последним в 2019 год уже третье место возможно займет попиллярный рак у женщин среди злокачественных процесса. Все мы ориентируемся уже за последние годы на классификацию тайрас в выявлении очаговых образований. Это, как мы все знаем, большие признаки, которые это значительное снижение эхогенности, это вертикальная ориентация, это наличие микрокальцинатов и также неровные бугристые или фистончатые контуры. И малые признаки это умеренное снижение, неравномерная толщина холон, наличие макрокальцинатов, акустическая тень с узлом, высокая жесткость узла и их количественные и качественные характеристики, а также патологический кровоток. Эти вот три исследования в Б-режиме не зря представлены. Мы видим все эти признаки, малые и большие, на дальних слайдах, но, к сожалению, я сейчас покажу, вот это оказалось попиллярным раком, вот это оказалось при цитологическом исследовании узловая форма аутоиммунного тиреидита, а это коллоидный зуб. Далее, уже, как мы все знаем, дальше применяется тонкоигольная биопсия на многих клиниках и стационарных, и поликлиниках. Но это диагностический метод, не золотой стандарт, как теперь говорят, о первичной диагностике, то есть первичной линии, потому что есть некоторые нюансы. Это, конечно, относительно безопасный метод, недорогой, нет воздействия радиации, но очень много ложно-отрицательных, где-то в зависимости от цитологических исследований клиницистов, которые берут 5-10%, и очень маленькая эффективность, когда многоузловой зуб. Сложности при взятии материала, я, как я уже говорила, это неопытный специалистов. Высокая воскулизация и геморрагические массы в узле, размер менее 1 см, это локализация, когда узел находится в перешейке или в задней поверхности доли, ошибки цитологов, трудности при тентации так называемых фолликулярных опухолей, и есть также ошибки при смешанном раке фолликулярно-папиллярном и минимальных раках при тиреидитах. Сейчас мы все ориентируемся на классификацию теста, которая более представлена классически здесь. И, конечно, как правило, вот эта третья и четвертая подгруппа вызывает очень много-много вопросов, которые иногда можно решить и нашими методами. Алгоритм мультипрометрического ультразвукового исследования очаговых образований, как мы все знаем, появилась компрессионная эластография из двигателя волны в 2008-2010 годах, которая немного дала нам какой-то информации, и дальше в 2014-2015 годах появилось контрастное усиленное ультразвуковое исследование уже щитовидной железы. Как мы вот здесь видим на данном слайде, представлено несколько картинок, эхокартинок, которые показаны восклюлизация узлов различной степени. Это гипервосклюлизация, это перинодальная восклюлизация, это восклюлизация смешанного типа. И все они представлены, это все верифицированные раки различной степени, которые были или фолликулярные, или фолликулярно-папиллярные, или медулярные. И с 2020-х годов восклюлизация вот некоторые авторы, которые считают, что бывает центральная часть, бывает интернодулярная, бывает периндулярная, хотя периндулярный кровоток более характерен для доброкачественных образований. И после 2012 года, как Екатерина Александровна уже говорила, когда применялись только при исследовании печени, было разрешено применение контрастов поверхностных органов, и появилось ряд статей далее, которые используют контрастную компрессионную или сдвиговую волну эластографию, и также появились применения контрастов и сочетания данных методик вплоть до 2019-2020 годов. Что мы можем... Также, как уже говорила Екатерина Александровна, мы, конечно, используем это унифокальное образование, все то же самое, это внутривенно-быстро вводится 24 мл контрастного вещества с низкоамплитудным индексом. И время исследования тут написано 90 секунд, но мы получаем уже картину за первые 30 секунд. Какие мы можем исследовать очаговое образование? Это многокамерное или сложное кистозное образование для определения внутрикистозного компонента, это узлы щитовидной железы более 5 мм для определения различности структуры и уточения микроваскулизации. Это первые выявлены ультразвуковые изменения в В и ЦДК режиме, когда мы подозреваем третью, четвертую или пятую категорию ПТАРАЦ. Это фолликулярные опухоли и также узловые образования, которые при многократном риске есть подозрения на злокачественность, но при нормальном биопсии мы не можем получить нормальное цитологическое исследование, потому что идет распад опухоли. Такие же патронные контрастирования, как и при молочной железе, были опубликованы. Это неконтрастные по сравнению с окружающей тканью щитовидной железы, гипенконтрастные, когда узел превышает восклюзацию щитовидной железы, изоконтрастные и гипоконтрастные накапливания. Для доброкачественных узлов очень характерно экотокольцевинное контрастирование с высокой чувствительностью и специфичностью, изоконтрастные и гиперконтрастные паттерны. Как мы видим, они были характерны для сложных кист, коллойных зобов, узловых форм аутоиммунного тиреидита и аденом больших размеров с кистовидной перестройкой. Злокачественные узлы характеризовались гетероконтрастированной неоднородностью, гипоконтрастные были паттерны и центропитальная перфузия контраста. Характерные были папиллярный рак, фолликулярно-папиллярный и медулярный раки. Также мы оценивали так называемую тик-кривую, которую я не буду останавливаться, потому что уже говорилось об этом. Как мы видим, что в B-режиме оценивались те характеристики, которые мы знаем, чувствительность достаточно была и точная специфичность, и при контрразделенном ультразвуке определялась неправильная форма по сравнению с B-режимом, гипоконтрастированные вот эти признаки и неоднородность при контрастировании, которые, как мы видим, тоже достаточно были специфичны, высокая была чувствительность и точность метода. Хотелось бы показать несколько клинических случаев. Это молодой человек 18 лет, в который очень резко увеличилось образование на шее. При B-режиме мы видим гипоэхогенное образование, есть неоднородность в структуре, где-то нечеткость контура, достаточно большое, занимает практически всю долю. При ЦДК-режиме и энергетическом топливном картировании мы видим сосуды только по периферии. И при введении контраста уже в артериальной фазе мы видим, что идет кальциевинное накопление только по капсуле. И структура неконтрастна, как и в венозной фазе. Это само ткань щитовидной железы, это неконтрастная зона, которую мы исследовали. Это сложная киста с героногическим содержимым, она была статологически удалена и в принципе дальше уже не накапливалась. Еще один пример в Б-режиме мы видим неоднородную структуру узел гетерохогенный с нечеткостью контура, достаточно хорошая воскурилизация. При контрастировании мы видим однородное накопление контраста и долго контраст держится в венозную фазу. Здесь на кривой мы тоже видим это заполнение контраста. Достаточно быстро заполнение и плата удерживается. Это фолликулярный доном ацетологический СТД-2. Пациентка отказалась пока оперироваться и армана находится под наблюдением. Размеры не увеличиваются и структура тоже. Еще один пример это два примера. Мы видим гипоэхогенное образование в B-режиме и также в B-режиме еще одно образование уже местами с нечетким контом. Хотя здесь четкость контура тоже видна. Дальше мы видим неоднородное по периферии и смешанный кровоток у этих образований и при артериальную венозную фазу они контрастируются по-разному. Мы видим однородное заполнение контрастов из-за эхогенной ткани щитовидной железы и неоднородное заполнение контрастов с зонами нарушения перфузии в центре. То же самое мы видим на кривой контрастирования и первая это форма узла форма тиридита а вторая это папиллярный рак. Еще хотелось сказать о направлении последующем уже изучение как контрастирование так и изучение как появилась оценка эффективности лечения это абляции уже опубликовано статья это 2019 год если не ошибаюсь январь это наши коллеги которые очень широко применяют контрасты в изучении оценки эффективности абляции маленьких очагов папиллярного рака меньше 10 миллиметров у них очень хорошие результаты без рецидивного лечения вот мы видим как это маленький очаг они производят абляцию этого очага тут же контролируют данную абляцию при контрастировании то есть мы видим что при абляции есть зона неконтрастная вот это три месяца после лечения также контролируется при контрасте и это через 6 месяцев после лечения мы видим что данного очага мы не То есть это применение уже контраста в лечении папиллярного рака щитовидной железы, оценка эффективности. Также оценка эффективности может быть и при абляции коллоидных кист, сложных коллоидных кист и верифицированных, конечно, фиброденот с кистозной трансформацией. Что касается лимфатических узлов. Согласно Американской Европейской Терриот-Ассоциации, мы знаем, что в Б-режиме мы можем определить уже изменения в лимфатических узлах, которые это микрокальцинаты, кистозный компонент, периферическая воскрулизация, гиперохогеноскортикальный слой и округлая форма. Уже тоже в 2015 году были опубликованы рекомендации по исследованию лимфатических узлов. В этом году выведены определенные паттерны контрастин. Это центрофугальный, центропитальный и смешанный тип. Также мы можем оценить, как уже Екатерина Александровна говорила, это тик-кривую контраста в исследовании лимфатических узлов. Как видно уже на этой диаграмме, мы оцениваем поступление контраста. Мы можем увидеть прямо сосуды поступления контраста, которые мы визуализируем в лимфатическом узле, нарушение архитектоники, то есть сосуда неогенеза. И когда, как говорилось, уже есть дефект капсулы лимфатического узла, появление контраста в окружающих тканях. Вот несколько примеров. Это неизмененный лимфатический узел. Мы видим в B-режиме с определенным кровотоком, несколько усиленным. В артериальную фазу это должно быть заполнение контрастом, кроме ворот, как правило. И мы видим, что вот этот лимфоузел заполняется полностью контрастным веществом. Для контрастирования в артериальную и венозную фазу злокачественности, контрастирования тканях, это характерные нарушения зоны перфузия. Это появление в трилемфоме зон, так называемом, звездного неба, когда загораются и изменяются фолликулы в картикальном слое лимфатического узла. И какие-то идут только перенодальные усиления. Вот несколько примеров. Мы видим лимфатический узел с уже измененной архитектоникой, с усилением сосудов в зоне поражения и также усиление быстрого накопления контраста в этой зоне. Метастатически измененный лимфатический узел мы видим нарушение в лимфатическом узле с появлением по периферии контраста. И в артериальную фазу мы видим появление контраста и быстрое его вымывание. И то, что я говорила, что сравнительные признаки. Это степи усиления, как правило, это центростремительные, хаотичные, выявляется патология. Это гиперусиление в зоне лимфатического узла. Это гетерогенная гомогенность усиления и дефекты перфузии. А также усиление по ободку были достаточно высоки. И мы, как видим, специфичность данных, выделенных факторов, достаточно была высока. И клинический случай. Мы видим измененные лимфатические узлы с нарушением сосудистого фактора по периферии. При эластографии эти узлы, конечно, должны быть очень жесткие. Мы видим появление контраста с усилением и нарушением по периферии. То есть вот эта зона уже поражения при популярном раке. И в заключение хотелось бы сказать, что контрастный усиленный ультразвук может быть использована не только в дирекциальной диагностике доброкачественного качества узлов, но и уменьшение использования тонкоигольной биопсии при коллоидной типа узлов с геморрагическим содержимым. Также может быть методом при оценке пациентов злокачественного процесса перед тонкоигольной биопсией, так и в сочетании с ней. И также использование при подозрении на метастатическое поражение лифазилотчу и оценки эффективности лечения после абляции. Спасибо за внимание.